Мы находимся с вами в самом, наверное, втором по высоте, в самом высоком пространстве музея. Это такой вертикальный объем с четырьмя нишами. Внутри этих ниш изображены фрески на тему времен года. А вторым слоем, однажды, мы решили поместить вместе с художником Виктора Сочивко новую историю. И эта история в каждой из этих ниш называется Колизей. По большому счету, она прозрачна и проста, поскольку представляет собой зритель. Мудителей во всех временах и во всех эпохах. Хотя, как мы понимаем, Колизей – это место, где собирался плепс и аристократия древнеримская. И смотрели на арену, где действовали гладиаторы, боюя друг с другом или с животными. И, в общем, это были довольно кровавые зрелища. Хотя, я так подробно и не знаю, может, какие-то были и мистерии, и более, так сказать, вегетарианские, с исполнением песен, стихов и театральных действий. Но, в принципе, мы вольны помнить о кровавости, поскольку вот все эти зрители, они немножко вампиры, поскольку у них сияют глаза, если хотите, там, может быть, даже красным светом иногда. И в них отражается вот та бесчеловеческая драма, которая здесь незримо может быть присутствует. Почему я оттеняю такой кроваво-драматический мотив? Ну, поскольку, чтобы мы понимали, что искусство – это не всегда провеселое и уютное, и пропушистое. Прежде всего, по какие-то крайние, радикальные стороны опыта. И если мы посмотрим на эту графику, при всей ее, казалось бы, такой легкости, карикатурности даже, если хотите. Вот эти черные глаза с сиянием, исходящим из них, каким-то демоническим, да, ну, уравновешивают вот эту, вот, может быть, негативную милость. Что еще важно сказать об этой работе? Что это рисунок. Ну, рисунок высотой каждый метр по восемь. То есть, относительно, довольно необычные размеры. Все это сделано руками, все сделано художником здесь. Он рисовал все это, как, не знаю, несколько дней. Хочу сказать, как машина, но это был очень тяжелый труд. И в то же время мы не видим этой тяжести, видим эту легкость, потеков, акварели, сепии, с этими вот легкими розовыми лицами. Ну, вы можете сами поискать какие-то следы этого мотива, изобразительного. Очень много голов. Ну, мы, прежде всего, с вами вспомнить должны какие-то иконические росписи в русских старых храмах, когда очень много праведников, допустим, там в кучку сгребаются, и только от них лики и нибы остаются. Ну, тут ликов много, нибов, может быть, мало. Но, в принципе, фресковость и какая-то монументальность этого рисунка, этого наброска здесь очень важна. В этом торжественном вертикальном пространстве, так как бы крестообразном, если мы посмотрим по архитектуре, в этой капелле-часовне, вот родились такие, уй, такие сущности, такие, может быть, призраки зрителей, которые наполняли это место в течение многих лет и задолго до того, как мы сюда пришли. В общем, это такая универсальная аудитория, перед которой мы должны держать одну чему-то. Как говорил Пастернак, когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет храба, и тут рождается искусство, и дышит почва, и судьба. Вот этот музей и всяких художественных музеев должен помнить, наверное, эту фразу, этот вызов, вот этого качества дыхания, творчества, то, что и может называться искусство, будь оно в 19-м, в 18-м или в 20-м и 21-м веке. Говоря о современном искусстве, мы все равно помним, даже ключевое слово, что такое искусство. Вот это вот рабом быть дыхания и судьбы. И вот эта, назовем ее графическая инсталляция Виктора Сачивка, она задает нам, по большому счету, камерто для вот этой площадки, которая сменная, на которой иногда стоим мы, вы, я, произведение искусства. И мы должны помнить об этом зрителей, который не покупал никакого билета на входе. Но он есть, понимаете, как тот сусник, которого не видно в степени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова